Речь пойдет об автомобилях Discovery 3, Discovery 4 и так же касаемся Rejover Sport. Мы хотим рассказать об устройстве и особенностях их конструктивных непосредственно заднодифференциалом. Как правило, такие автомобили оснащаются заднодифференциалом с управляемым блокировкой колес. Вот так он выглядит. Здесь вы видите даже значок Land Rover написан. Вот сюда подсоединяется датчик температуры. А вот и он сам непосредственно активатор электрический. По сути, это электрический мотор с редуктором. Вот это колесико, которое крутится. И оно крутит вот данный сегмент. Иван, можно, пожалуйста? А теперь мы смотрим, как это устроено внутри. Вот он непосредственно сам дифференциал. А вот это механизм блокировки. Таким образом этот двигатель крутит вот этот сегмент. И когда вот так вот он выставит, он блокирует, а вот так разблокирует. И путем вот таких движений в нужный момент колеса блокируются. Либо наоборот разблокируются. И вот так вот выглядит непосредственно сам дифференциал. Можно вынуть. Вот этот механизм блокировки. Вот здесь мы видим так называемые фрикционы. Благодаря которым от этих движений они сжимаются, либо наоборот разжимаются. Переворачиваем. Вот так выглядит сам непосредственно дифференциал. В частности, происходит ремонт. Мы будем менять все пары подшипников ведущей шестерни. И непосредственно вот эти, например. Вот. Но хотим сказать, что очень важна работа вот этого электрического исполнительного актуаторного механизма. Вот здесь тоже видите Land Rover написано. Все эти запчасти предназначены именно для Land Rover. И если он будет глючить, если здесь в электрических компонентах будут какие-то проблемы, то получается, что он может в ненужный момент заблокировать дифференциал. Например, когда это будет в повороте. Таким образом может произойти разрушение. Поэтому машина устроена так, бортовые системы, что если видит какие-то неполадки в работе вот этого актуатора, то он вводит трансмиссию в аварийный режим. На всякий случай. Вот. И была целая проблема по программному обеспечению управления вот этим активатором. И поэтому уже в 2012 году эта программа была изменена. Из-за нее вот эти активаторы друг за другом выходили из строя. Вот. И причиной была именно программное управление. Но сейчас, в недавнего времени, уже таких проблем не существует. И редуктор задний дифференциал зарекомендовал себя как очень надежный. Вот. В частности, мы производим ремонт по замене подшипника по причине гула. И мы удачно ремонтируем с гарантией 1 год вот эти задние дифференциалы. Так что, если будут какие-то у вас первые симптомы неисправности, то в первую очередь надо отработать его электрический характер и неисправность. Это мы умеем делать при помощи демонстического оборудования. А если у нас механические неисправности, в частности гул или повышенная шумность. Вот видите, подшипник у нас уже имеет достаточный износ. И поэтому он издает гул и имеет достаточно большую выработку. Вот. И мы меняем все пары подшипников. Хочу отметить, что штатно заводоскредитель не предусматривает ремонт заднего дифференциала. Он не деталирует ни подшипники, ни отдельные элементы. Поэтому мы подбирали все правильные подшипники и разработали технологию ремонта. Что в разы, а не то, что в 3-4 раза дешевле, чем покупать новый дифференциал в сборе.